всем привет у нас все хорошо мы закончили все свои университетские и не только делишки я сдала сессию закрыла все экзамены с первого раза что очень радует и саша закончил свои проекты тоже наконец-то да принял все лабу студентов потом он расскажет как все это было как проходило к слову мы все время снимали вот все время когда нас не было мы снимали видео и помнили про наш канал и про то что нас кто-то смотрит да но силу жизненных обстоятельств у нас просто физически не хватало времени на то чтобы сесть и смонтировать поэтому мы будем исправляться и мы уже исправились и будем показывать вам что же у нас было что мы переживали какие были у нас деньки что я надеюсь очень скоро мы а снятый материал домонтируем и выложим и будем показывать вам новые кадры так что оставайтесь подписывайтесь не забывайте нас в общем будет много интересного много нового забытого старого но мы обязательно все покажем но сейчас давайте смотреть что же было ну что ребята карантин продолжается но мне нужно в университет кое-что забрать у нас маленькая опять пополнение в семье будет спасибо за это дело докторантуры конечно же сейчас пойду схожу в университет здесь конечно почти никого нет и работник есть здесь почти никого нет пойду заберу то что мне надо и конечно же покажу вам что там ну а как же карантин так как положено масочку сейчас одеваем дезинфектор для рук обязательно все то есть собираем все правила пустой университет никого нет так друзья получил я ноутбук но как бы не свое пользование точнее получил я его в свое пользование но не навсегда то есть на время пока я здесь учусь работы мне все-таки дали ноутбук потому что мне он нужен спасибо это отдел докторантуры все порешал прислали сообщение написали кому нужно пожалуйста напишите мне написал они дали что там за ноутбук еще посмотрим разберемся но на первый взгляд хороший так сейчас еще в одно место и потом домой к карантин я особо не шастаю ну мы сми особо не шастаем нигде всем привет мы все еще на карантине и наши деньки проходят с переменной интересностью то есть один день это какая-то быта ухо второй день это что-то интересненькое случается куда-то может ходим на улицу и сегодня у меня была полутора часовая лабораторная работа в зуме то есть дистанционное обучение у нас сейчас университете ну как бы нужно ходить на лекции делать лабораторное все равно и преподаватель рассказывал для одной меня потому что я работаю с другим микроконтроллером как мне с ним обращаться как его программировать короче делала делала лабораторные работы и хочу вам показать вообще что нам дали домой на дом чтобы мы работали то есть это оборудование которое университетское из-за того что сложилась вот такая вот ситуация с карантином нам нужно делать как-то лабораторные работы нам просто передали под расписку что мы ничего там не сломаем на дом платы достаточно дорогие некоторые из них и поэтому нужно как бы быть поаккуратнее но все равно очень интересное решение и намного лучше и интересней и наверное правильнее все-таки изучать и закрывать предмет вот на нормальном реальном оборудовании так что сейчас покажу вот это плата с которой я работала сегодня мы сейчас просто ну вот я учила раньше асэмбер но сейчас не нужно опять скажем так закрывать эту лабораторную работу программируя на асэмблере и мы просто сейчас пока играемся с вот этими диодами включаем выключаем учимся как управлять ими кнопочками пока вот это все что мы учим и и вторая плата это у меня предмет называется программирование в htl то есть мы учимся программировать машины то есть оборудование это применяется в embedded программирование embedded в системах то есть что-то что будет потом работать в реальном мире не только в программно то есть пока что вот с этой платкой я работала очень мало практически не работала потому что там пока не получается с программным обеспечением разобраться нужно связываться с преподавателем а с этой вот уже две лабы сделала вот так вот так что сейчас вся учеба проходит вот в таком режиме включи приложение пообщаться с преподавателем и некоторые преподаватели конечно расстроены этим потому что многие из нас у нас есть предмет на котором который посещает 6 человек и почти все мы сидим с выключенными экранами микрофонами то есть если там что-то прокомментировать и ответить просто включаем микрофоны на несколько секунд в минут а потом просто сидим как черные экраны но преподавателя мы при этом видим и вот преподаватель говорит что чувствует себя очень неуютно неловко когда он не может видеть студентов когда нет контакта глазами и что вот это все дистанционное обучение дается очень тяжело и наверное так и есть потому что человек привык всю жизнь работать с реальными людьми со студентами здесь просто какие-то черные экраны даже не понимаешь что они там делают слушают ли они тебя так что вот с такой точки зрения преподавательской когда опыт большой уже преподавание то да наверное это тяжело но мне пока что это на руку потому что можно совмещать кое-как сложно конечно но можно семью работу учебу в данной ситуации так что жонглировать получается кое-как если бы нужно было посещать лекции то было бы наверное вообще очень сложно отправляем сашу акрополис максимум за продуктами потому что у нас складывается такая интересная ситуация когда нужно что-то одно купить в доме что-то закончилось нам приходится набирать полную корзину да и у нас продуктов очень много и просто уже нет смысла заказывать все всю корзину там на 50 вроде евро дам бесплатная доставка для того чтобы привезли что-то дно а так у нас покажи что у нас есть маска в арсенале перчаточки есть еще антисептик короче вот так мы ходим на улицу если выходим вот такой цене хотел давно заправиться уже по 94 цента за 95 круто сможет полный бак отлично лично давно это хотел сделать на я скажу что по такой цене заправляться намного приятнее тогда расход 12 литров в городе становится не таким уж и большим сколько но как долго такие цены будут вот в чем вопрос сейчас карантин закончится там лето сезон отпусков все куда-то ехать и понятное дело цены опять поднимутся поэтому не знаю нужно что-то задумываться наверное потому что машинка хорошая комфортная очень высокая ну 12 литров может газ подсадить подумаем посмотрим сегодня у нас 4 мая решили мы все-таки решил я все-таки в акрополе съездить закупиться нам особо много не надо но так вам по мелочи чтобы не не делать бесплатную не заказывать бесплатную доставку решили как-то так ну как вы видите свободных мест очень много очень 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 много ну и так в общем скупился я вот четыре пакета все на 33 евро мы будем ехать домой конечно же чем учиться погодка уже стала чуть похуже солнышко спряталась наверно что опять дождик будет не знаем не дождик уже тоже не мешал бы еще пользуюсь моментом тем что я решила начать этот флог и вообще снять что-то потому что мы сейчас стали снимать меньше из-за семейных забот из-за того что почти каждый день проходит более плюс-минус одинаково и вот я решила у вас просить поинтересоваться будет ли вам интересно посмотреть видео о том о своей беременности о том как у меня она проходила о том как проходили роды в литве почему мы выбрали тот роддом а не какой-то другой чем все закончилось мои впечатления и так далее потому что говорю почему спрашиваю у нас если посмотреть аналитику большинство зрителей это мужчина и понятное дело саша снимает большую часть скажем так нашего контента и я появляюсь редко потому что я еще таила какие-то надежды на свой канал который я забросила и сейчас я думаю может быть мне тоже принимать участие и появляться чаще здесь но у нас большинство зрителей это мужчины и я не знаю будет ли интересно это тем мужчинам которые уже смотрят наш канал если она вам не интересно и вы сможете спокойно пройти мимо этих видео то окей просто напишите об этом в комментариях если она вам интересно даже если вы мужчина может быть на будущее пригодится или вы собираетесь переезжать в литву тоже напишите об этом в комментариях если вам не интересно вообще меня смотреть тоже об этом напишите просто мне интересен любой любое мнение любой фидбэк потому что поделиться я этим хочу я хочу сохранить это на память и выложить это в интернет скажем так потому что мне это интересно я хочу чтобы многим мой опыт стал уроком и я думаю это важно но мне тоже также интересен какой-то фидбэк и мнение зрителя по поводу контента который не совпадает с тем что было раньше то есть это уже не машины это что-то другое то есть интересно вам или нет напишите спасибо вам это чтобы вам Продолжение следует...